немножко усовершенствовал свой импульсный блок питания убрал то есть поставил снабер вот где транзистор так силовой транзистор там коллег исток вот тут поставил снабер вот так 82 ома может каких 1 2 ватт 2 ватт и тут 1 нанофарад 2 киловольта конденсатор раньше был стоит был стоял 4,7 нанофарад кажется такой резистор очень быстро нагревался и начал дыметь изоляция 4,7 нанофарад 470 теперь поставил нанофарад он все равно я проверил очень горячим а там ту часть резистора я не заизолировал раньше весь заизолировал теперь оставил он теперь может немножко он горячий греется очень сильно может под большие нагрузки и начнет там изоляция плавится если что поставлю может 200 резистор тогда теперь нет наводок на стилографии не видно раньше были такие сильные наводки мешали смотреться стилограммы за раз будет и защищать транзистор силовую немножко а теперь один пошпул работает с трансформатор ток снимается с этого колечка вон осциллограмма включил вот он где-то 3,8 ампер потребления вот теперь никаких наводок не видно от моего импульсного блока питания раньше только они чик 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 тут всякие импульсы бегали чистая силограмма только главное чтоб теперь не перегорел тот резистор что-то не расплавилось перегрева слишком уж там есть в какой-то мере это и хорошо будет хорошо защищать транзисторы зато вроде бы не дымит он там нагревается очень сильно вот этот резистор он даже почернел тут изоляция тоже вроде бы оплавилась но может она тут оплавится дальше не будет плавить если сильно будет потом под большей нагрузке плавится то я на заменю наверно на каких 200 ом еще можно попробовать проверить осциллограмму пока не качер хоть не буду включать пусть этот резистор провериться на надежность ли он держит нормально пока проверила может с этим осциллограмм тоже осциллограмму что он покажет где-то 19 килогерц вот как он будет 19 килогерц чувствовать вот тут трансформатор для него такой длинный провод такой достаточно чтобы его можно было перетаскивать далеко вот он что показывает Показываю что-либо, 19 кГц показывает, 19-18 кГц колеблется. Вот такая стилограмма. Примерно та самая показывает, 19 кГц еще нормально показывает. Еще можно разобрать, что тут он показывает. Вот и 10 мкс это уже самое большое деление, больше уже нельзя. Только можно уменьшать 20 мкс, 50 мкс, 0,1 мкс. Вот тут как бы рыбки видны, но это особенность стилограмма. На самом деле там рыбок никаких нет. Тут сердечки вот видны. Всяких зверюшек тут можно поймать и органов. Можно и наверное и олени, и рыбок поймать. И змей всяких вот. Вот и тут 20-15 кГц поймать. Что только не поймаешь на цифровом осциллографе. Вот 5 гц показывает, 6 гц. А теперь 7 гц. Опять какие-то сердечки. Вот непонятно что. 80-70 гц. 4,67 вольт. Вроде бы резистор не дымит. Может он и наверно очень горячий, но он не дымит. А вот при таком токе вот. Сколько? 3,8 ампера, так там даже наверное транзисторы там будет еле теплым. Потому что чем больше нагрузка потери в квадрате, ток в два раза увеличится. Потеря в четыре раза. И нагрев в четыре раза. Поэтому при малых, даже таких не очень малых токах, он не так греется. Чуть добавить, он уже начнет гораздо сильнее греться. Но потом я посмотрю как он нагрелся. Напряжение где-то 26 вольт. Вот теперь посмотрю по стеллографу. Напряжение на аккумуляторе. Неправильно он показывает напряжение. Так, показываю 12,32 вольт. Вар 12,16. Немножко деление поменяю. 12,68 вольт. В принципе вроде бы нормально. А на мультиметре... Мультиметре 12,34 вольт. А вот вар по какой-то... В... 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 комнатной температуры. Диод горячий. Радиатор немножко теплый. Так слабовато тепло. Феррит тоже чуть теплый. Весь трансформатор. Тразинстер вообще почти комнатной температуры. Радиатор может чуть побольше. Двадцать семь, двадцать тридцать может градусов. Теперь уже остыло. Вот этот резистор, который для самозапита как бы идет. Пятьдесят пять, он совсем не греется. Снайберный резистор. Немножко теплый. То есть вот это, который обратно АДС на катушке закорачивает вот через диод на резистор и на конденсатор. Там пятьдесят киловом резистор и конденсатор. А тут вот этот резистор самое сильно греет. Вот может транзистор теперь стал меньше греться, потому что этот резистор начал уже все выбросы ловить. Опасные для транзистора. На минус скоротить. Дроссель конечно не будет греться. Тут думаю еще конденсатор вот на пятьдесят вольт тысячи микрофарад. Но там вот прикрутить для более комфортного чувствования. Ну после дросселя, как обычно, ставят. Потому что там провода идут. Правда там уже есть конденсатор, можно и не ставить. Для прикола можно и поставить. Какую фишку я придумал. Проверить частот. Ну и проверить осциллограмму этими осциллографами и аналоговыми. Как можно различаться. Вот этот с телефона сигнал брать будем. Как будет по сигналу. Настрой на двадцать килогерц. Ну тут не хорошо, что этот генератор каждый раз сбивается. Нужно потом запускать заново настрой. Хотя тут и можно сохранить слот. Аккуратно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Аккуратно. Аккуратно. Потому что, я думаю, что у меня есть. Якобы. Аккуратно. Так. Продолжение следует... 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 Вот 0,05 вольт деление. Получается 1 вольта. Тут не вся громкость. Он громче сделал, все равно нестабильно прыгает. В общем, если ты не смеешься, то ты не смеешься. генератора и слишком низ частотный не подходит телефона хоть можно если ниже частоту пущу но пушку например реально на какие 10 килогерц ну пусть 5 килогерц тут уже тоже прыгает все вот один килогерц тут более-менее вроде бы если только прыгает скважина сменяется фронты не крутые но тут прыгает может немножко надо не дергается